Нужна так называемая посадочная страница, чтобы залетные комфортно приземлялись и оставались навсегда, чтобы из 100 процентов зрителей хотя бы 25, а лучше 50 становились последователями, пишут помощниками. Но смысл в чем? Посадочная страница действительно нужна, потому что люди, которые первый раз заходят, они могут не понимать, что здесь у нас происходит, о чем речь и так далее. Мне это двумя словами не дается объяснить, а кому-то из вас со стороны это все виднее. Как двумя словами или полстраницей текста, страницей текста передать, что здесь происходит, о чем мы здесь говорим, к чему мы стремимся, о чем мы держимся, что вообще происходит. Пожалуйста, если у кого-то есть видение того, что на эту тему можно выразить и можете набить текст какой-то, хотя бы пару предложений, пожалуйста, в комментариях под этим видео размещайте, пожалуйста. Я не услышал ответа на этот вопрос. Если можете пояснить, поясните. Само выражение «бесконечно большая величина» – лично логического смысла. Есть просто бесконечность, а есть величина. Величина в физическом смысле – это то, что можно измерить, то есть сравнить ее с аналогичной величиной, принятой за единицу измерения. Бесконечность мы измерить не можем. Получается, бесконечность – это абстрактное понятие, которое мы можем лишь представить. Смысл в чем? Само выражение «бесконечно большая величина» лишено логического смысла. Здесь человек, который это озвучивал, не понимает очень важный момент, что изначально бесконечность – это именно величина. Бесконечности все сформированы на базе представления человека о пространстве. А пространство у нас чем определяется? Единицей, каким-то реальным объектом, единицей длины, допустим, метр или фут – это кусок реальной пространственной протяженности. И есть некое количество или количественный показатель вот этих вот объектов, да, протяженностей, уходящий в любом нужном вам направлении, допустим, вправо. Бесконечное количество конкретных протяженностей, величин. Протяженность – это величина. Бесконечное количество таких величин будет являться бесконечностью в понимании человека. Вот бесконечное число не является бесконечностью. Ну числа не существует, а вот стремяющееся к бесконечности, большое число, постоянно увеличивающееся, увеличивающее, оно не существует в природе, вот чисел не существует, а протяженность существует. И без всяких метров от сих пор до нескончаемости – это будет луч. Геометрический такой объект, да, в нашем понимании. Но этот луч, он является величиной. Человек говорит, что он не является величиной, бесконечно большая величина, что это величина логического смысла. А на самом деле, ну, два метра – это что? Это величина физическая, состоящая, да, в нашем исчезновении из двух метров, да, из них. Метр является конкретной величиной, выбранной нами, да, в пространстве. А два – это количество этих мерностей, да, протяженностей метровых. Итого, мерности здесь не надо использовать, протяженностей. Три метра – это тоже величина. 150 метров – это тоже цифра, выражение количества 150, да, и метров, метр. То есть, это величина. Все является величиной. И туда, если мы набираем нескончаемую бесконечность, выбираем какой-то темп, и с этим темпом откладываем отрезки, отрезки, отрезки бесконечно долгое время, получаем эту бесконечность лучше, то это тоже будет величина. Поэтому фундаментальная ошибочка. Следите за тем, что вы говорите. Вот. И посмотрите, пожалуйста, фильм. Вы, видать, не смотрели фильм. Бесконечность на нашем канале – это сравнение бесконечно больших и бесконечно малых величин. Если вам не хочется фильм смотреть, пройдите по ссылкам, посмотрите лекции, как сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые величины. Это очень важно для понимания. Вообще, величина, предметное, количественное выражение, реальное, существующее в природе физической сущности явления объекта. Физической величиной не могут являться числа, абстракции или сведения о состоянии физического объекта системы. Предметное, количественное выражение, реально существующее в природе физической сущности явления объекта. Вот объект пространства. Мы взяли количественное выражение реальной сущности, и мы измеряем, получаем луч. Вот что такое величина. Вот такие вот дела у нас с величиной. Комментарий Пучков – маньяк. По его логике, если меня дед порол, я должен вырезать деда и всю его семью. Ну, это к вопросу к порке, да. Надо было из-за порки начинать убивать все свое население или не надо. Ну, такой комментарий. Вопрос не под темой. Если бы скорость гравитации и гравитационных волн равняла скорости света, как это заявляется в официальной версии, то мы должны были бы наблюдать не плоскость, не репсоидные круговые галактики, конусообразные и так далее. Ну, вообще, моделирование по скорости – так, на вскидку, если вы можете отслеживать, какие на гравитацию оказывают воздействие скорость передачи, я вас поздравляю, у вас очень хорошее пространственное мышление. Ну, там очень много нюансов, поэтому вот так вот, такие прямые выводы, я не готов с вашими заявленными темпами. Но очень интересную вещь вы сказали. Скорость гравитации и гравитационных волн – это разные вещи. Скорость гравитации и скорость гравитационных волн. Гравитация не передается гравитационными волнами. Гравитация передается полем. И в рамках поля это моментальное дальнодействие. А волна гравитационная – это вот как раз вот эта вот объемная волна гравитационного базового поля, которая создает у нас вот это вот колебательное движение системы, которое определяет все дальнейшие, уже электромагнитные, электрические явления и так далее. все планетарности на уровне частиц вот определяются вот как раз вот этим гравитационной волной базовым гравитационным фоном. Вот это вот важно понимать. Поэтому скорость гравитационных волн, мы ее воспринимаем по вторичным эффектам. И она у нас не связана со скоростью распространения гравитации. Такого вывода однозначно не надо делать. Это надо понимать. По инерции нужен фильм в школьной физике. Инерция – это не сила, а свойство материи. Фильм про инерции как бы нужен. Ну, кстати, вместе с этим я получил комментарий, что про инерцию я зря рассказал. Что я вообще многие вещи рассказываю зря. Что не надо этого всего торопиться рассказывать. Ну, тут двояко-выпуклая ситуация. Соглашусь, есть над чем задуматься, есть с чем согласиться, скажем так. Далее. Никак не могу получить ответ, какие физические препятствия встречает материя, приобретая фрактальную структуру. Как это описать? Грубо говоря, формула фрактала. Ух, ух. Вот, ну, очень похвально, что люди думают, мыслят. Пытаются решить задачи, но эта задача не существующая. Наша материя не приобретает фрактальную структуру, она ее не имеет. И никакие препятствия не встречает, приобретая эту воображаемую фрактальную структуру. Фрактальность, это у нас, ну, это повторение. Так, кстати, давайте четкое определение глянем. Похожесть части на целое и наоборот. Откуда фрактальность, какие основания имеют? Ну, то, что у нас внутри материи планетарная система, на микроуровне, да, и на макроуровне, да, у нас планетарная система. Но вытекание какого-то из этого, по типу той графики фрактальной, когда многократное повторение рисуется в красивых графических анимациях, этого нет в природе. И препятствий каких-то вот на эту тенденцию нет. У нас вообще в этом плане в строении нет никаких препятствий. У нас первая планетарная система образуется на уровне частиц, дальше они свободными связями собираются в более-более-более общие массивы. Эти массивы уже создают планеты, галактики и так далее. И своим силовым фоном как бы координируют общее движение, опять же полезная силовая составляющая для частиц на микроуровне. То есть у нас такая встроенная взаимосвязанная система без каких-то там препятствий, встречающих материи, приобретая фрактальную структуру. Пожалуйста, записаться на беседу просто вот под нашими видео пожалуйста, пишите вопрос, основу, базу вопроса, о чем хотите поговорить. Если там что-то, есть предмет какого-то обсуждения, ребята подхватят и организуют созвон. Пожалуйста, делайте так. Под любым видео на канале «Научный трибунал» просто есть канал разный, там «Витар, Катюшек», «Научный трибунал», «Жизнь художника». «Разумная цивилизация». Пожалуйста, на научный трибунал канал зайдите и там под видео, под какие-нибудь из последних видео оставьте свой комментарий, под любым из последних видео. Интересно жить во времена перемен. Вот как ребят называют «цепсошники», но не знаю, с какой они конторой. Очень интересно прослеживаются часть профессиональных комментариев, профессиональных агентов влияния, которые навязывают вот эти вот стереотипы мышления через копипасту таких сообщений «Интересно жить во времена перемен». Это разрушительный тезис, как в Китае есть даже проклятие такое, что ты жил во времена перемен. А здесь вот интересно жить во времена перемен. Что такое интересно жить? Вот сегодня ты сытый, а если будут перемены, ты будешь голодный, а сегодня тебе есть, держи. Если будут перемены, тебя не будет, держи. Сегодня у тебя мир, если будут перемены, будет война. И вот эти вот, а тезис-то самому звучит-то интересно «Жить во времена перемен». И вот этими тезисами, когда проходишь по человеку, написавшему ему первый такой отзыв, пробегаешься дальше, и второй он из этой же серии, серии зомбирования. Если дальше пойти, третий тоже может быть такой же, скорее всего, потому что это такие специальные люди, которые разжигают в интернете что-то основное, и параллельно вот пастят вот эту дрянь, которая ломает мозг. У нас на лекции по вышке преподписал на доске и бурчал что-то себе под нос. С нами строителями ему было скучно, зима за окном. Вдруг он замер, резко развернулся, и так пристально взглядываясь в нас, сказал, вот не было ничего, и вдруг взорвалось, да легше в Бога поверить, и отвернулся обратно писать. Просто веселая. Способства на YouTube. Некоторые ребята нам помогают на YouTube денежки. Вот просьба прекратить. Финансовое сотрудничество с YouTube стало вообще неадекватным. Пожалуйста, денег нам никаких на YouTube не капайте. Вот. Это практически стало бессмысленным. Вот. Единственная возможность это бусте или номера, но YouTube уже все. На YouTube уже точно не надо. Это в бездну. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Ирит Аркатюшев. Телеканал Научния трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»